Здравствуйте, мои дорогие скорпиончики! Это ваш второй прогноз на июль месяц. Здравствуйте, мои зрители и подписчики моего канала. Расклад общий. По личным вопросам, пожалуйста, обращайтесь. Есть ссылочка на телеграм-канал под каждым видео. А сейчас прогноз для наших скорпиончиков на июль месяц. Главные сферы жизнедеятельности человека. Сначала достану карты, а потом их подробно рассмотрим. Итак, первый аркан. Что может ожидать наших скорпиончиков в вопросах здоровья в июле месяце? Восьмёрочка пентаклей. Следующая сфера деятельности человека. Это успехи или неудачи, но, надеюсь, только удачи. В финансовой сфере. Скорпионы, финансы. Июль. Вот прям такая карта, знаете, финансы и выпала. Так, следующий аркан, третий. Как будут обстоять, что может ожидать наших скорпиончиков в июле месяце на личном фронте? Справедливость. Так, следующий аркан. Четвёртый. Продвижение по служебной лестнице или какие-то вообще рабочие моменты. Скорпионы, июль. Выбор. Двоечка жезлов. И общий аркан. Чего вообще ожидать нашим скорпиончикам от июля месяца? Королева. Королева жезлов. Это воздух. Это можете быть и вы даже. И решила возобновить такую традицию, карту совет для каждого знака зодиака из Таруангелов на месяц. Что посоветует Таруангела нашим скорпиончикам в июле? Жрица. Отличный аркан. Кстати, подходит очень сильно скорпионам. Так, дойдём до жрицы. Сейчас начнём сначала. Вопросы здоровья. Восьмёрка пентаклей. Если кому-то нужны были деньги, допустим, для того, чтобы поправить своё здоровье, решить какие-то вопросы. Не забываем. Вопросы здоровья. Это может быть и отпуск, и поездка, которая положительно сказывается на вашем здоровье. Всё что угодно. И красота, и процедуры красоты. И всё что угодно. То у вас появятся деньги. То есть вы заработаете. У вас будут, может быть, какая-то премия, вознаграждение. Ваш труд, трудолюбие и настойчивость. Вам помогут решить любые, даже если есть проблемы со здоровьем. Плюс к этому добавляется возможность финансовая. Поэтому думаю, что тут всё нормально по здоровью. Если есть, то решаемо. Какие-то проблемы, если нет. И даже будут вот деньги, как я уже сказала, решить вопросы здоровья. Всё что угодно. Может быть и отпуск и так далее. Справитесь, скорпиончики. Успехи или неудачи в финансовой сфере. Здесь не могу сказать неудачи или успехи, но месяц очень суетливый. То есть двойка пентаклей. Деньги нужны будут и туда, и сюда. И вот много дел, суеты, каких-то задач по финансам. Что-то куда-то надо сделать. Очень много задач. Денег может где-то как-то не хватать. Нужно будет решать, куда использовать, куда нет. Может быть, кто-то будет пользоваться чужими деньгами. То есть одалживать у кого-то деньги или пользоваться чужими деньгами. Для того, чтобы вот этот месяц, знаете, вот так вот устоять. Плюс от вас понадобится какая-то неординарность, креативное мышление и ещё гибкость. То есть вам надо будет подстраиваться под ситуацию. Вот такая ситуация. Что нужно будет балансировать, гибкость проявлять и креативность. Так что внимательно смотрите, куда тратите деньги. Как, в общем, тут нужно будет думать, прежде чем что-то вот в таком плане решать. Потому что месяц суетливый по вопросам финансов. Третий аркан. Как будут обстоять на личном фронте. Здесь справедливость. Все мы видим вот такой аркан. Если у кого судебные какие-то дела, связанные, ну это может быть, конечно, с разводом, с разделом имущества. То у вас есть все шансы победить, если, конечно же, правда на вашей стороне. Аркан говорит о том, что не сей плохое, что посеешь, что и пожнёшь. Поэтому нужно держать равновесие, баланс. Принимать решение с ясной головой. Думать, прежде чем вы на что-то решитесь. Например, кто-то решил развестись. К примеру, это в личной жизни касается. Или там даже имущество. Прежде хорошо подумайте. Здесь нужен вот такой вот баланс. Чёткость, ясность. Думать головой. Может, даже и не торопитесь. Хотелось мне достать ещё один аркан. Да, вот видите, смерть. Старший аркан тоже. Серьёзные какие-то могут быть перемены в личной жизни. У некоторых, конечно же, не у всех расклад общий скорпионов. Это когда пришло время отсечь старое, оставить его. Оно вас только тянет назад. Может, действительно, речь идти о разводе. О разводе, разрыве отношений. Когда уже, ну, отношения изжили себя. И нужно, не нужно жалеть. Нужно быстрее от этого избавиться. И идти дальше к лучшему. Время перемен. Начало чего-то. Конец каких-то, да, может быть и отношений. Или чего-то вот именно связано с личной жизнью. Поэтому будьте внимательны, с ясной головой. Но здесь, да, перемены. Перемены. Причём, когда что-то очень, знаете, уже пришла пора это изменить. Может быть, вот так вот ещё, как сказать. Ну, я думаю, что все поняли мою мысль. Справедливость, да, может говорить о разводе, о ясности, о понимании, что делать. И смерть – это разрыв. Это конец. Конец может быть, конечно же, отношений, раз это личная жизнь. Поэтому будьте внимательны. Не нужно жалеть, держаться за то, что вас тянет назад. Пришло время, как я уже сказала, может быть, кому-то избавиться от деструктивных отношений. И от того, что не приносит вам удовлетворения. Четвёртый аркан – продвижение по служебной лестнице или какие-то рабочие моменты. Здесь карта выбора. Что-то будете выбирать, может быть, куда поехать, что делать дальше. Но вы осознанно уже понимаете чётко, и это самое главное, что вы хотите, как вы поступите. То есть выбор осознанный. Поездка, может будете решать, да, куда поехать, что сделать, как сделать. В общем, что-то связано с бизнесом, с проектами. Что-то вы уже решили, задумали, и теперь хотите дальше продвигаться по работе, дальше в этой сфере двигаться. Следующий аркан – королева мечей. Это у нас общий аркан месяца. И тут женщина, это можете быть и вы, или же любая дама может быть, если вы мужчина, у вас в жизни дама может быть тоже знака воды, как и вы, вернее, воды. Я вначале сказала воздух, я ошиблась, скорпиончики. И сейчас вот скорпионы у нас вода, это чаши. Это дама воздуха. Прошу прощения, вначале, да, заговорила, сейчас. Может быть, рядом с вами будет такая дама. Может быть, это и касается вот эта вот ситуация именно этой дамы. Дама может быть знака воздуха, повторюсь. Она может быть деловой, конкретной, знаете, такой, умеет решать задачи. Помнит, если ее обидели, злопамятная, может быть, рядом с вами. Ну, еще этот аркан означает, может означать, что вам придется в этом месяце принимать деловые решения, волевые решения. Это то, может быть, о чем мы здесь говорили. Да, решения могут касаться дамы, могут касаться чего угодно тоже, потому что это общие месяцы. Принимать решения, надеяться только на себя. Если какие-то проблемы у вас, обращаться обязательно к специалистам. Не нужно самому пытаться решить то, что вы не можете. И к любым встречам, к любым, в том числе, если судебные и так далее, деловые, нужно обязательно хорошо готовиться и принятие волевого решения. И жрица, это как совет вам. Жрица, старший аркан, говорящий о том, что нужно доверять своей интуиции, скорпионы. То, что я сказала вначале, она у вас есть. Доверяйте своей интуиции, пользуйтесь ней, пользуйтесь своими скрытыми талантами. Внимательно присматривайте, что-то от вас может утаиваться, о чем-то вас, может быть, не говорят вам, не сообщают, не допоказывают. Кому-то, кто-то, может быть, будет чему-то учиться, может, какие-то курсы или еще что-то в таком роде. Здесь аркан тоже говорит то, что я доверяйте своей интуиции, будьте терпеливы. Хорошо подумайте, прежде чем начинать действовать. Это то, что я вам говорила вот здесь, кстати. Сначала хорошо подумайте, прежде чем принять какое-то решение. Так что, скорпиончики, думаю, вы справитесь, доверяйте своей интуиции. Вот такой получился расклад для вас на июль месяц. Надеюсь, будет только хорошее. Всего вам наилучшего и до встречи на моем канале.